Ну что, ребят, всем привет! Как вы можете понимать, я в Лас-Вегасе. Я, если честно, так соскучилась по влогам, потому что уже не снимала, не знаю, сколько недели, наверное. И, в общем, мы просто обалденно здесь уже проводим время. Сегодня у нас третий день, я эти два дня просто отдыхала. Сейчас я проснулась в 12 часов дня. Вы только можете представить, во сколько я ложусь спать. Вот, естественно, мы тут играем в казино, нам так весело. Сегодня, возможно, пойдем в клуб. Сейчас мы двигаемся в сторону одного, в принципе, из самых главных отелей, это Беладжо. Он самый красивый. В прошлый раз я останавливалась там. В этот раз мы с семьей решили остановиться в Парис Хотел. Это вот, видите, Афелева башня. И да, я прям, если честно, так кайфую, так хорошо проводить время с семьей. Чуть у меня глаза слезятся. Вот, и вот тут, кстати, фонтаны. Ну, они, как говорится, заиграют немножко попозже. Обязательно вам покажу. Ну, и просто хочу вместе с вами провести, как говорится, так же время в Вегасе, чтобы вы тоже насладились этой атмосферой, потому что здесь действительно очень красиво. И это город грехов, и вы потом поймете, почему. Мы с вами пришли в тайское место, которое находится в Беладжо. Ну, тут как миксы, 15-й кухни, тайская кухня. Возьмой, это так вкусно. Возьмой, это так вкусно. Ой, кто это у нас тут сидит? Надежда. Надежда, это моя тетя. Сидит, он играет в казино. Уже выигрывает миллионы. Хорошее настроение, прекрасное платье. И вот у нас тут казино. Как говорится, людей очень-очень много. Я сейчас тоже сяду за какой-нибудь автомат и надеюсь выиграть миллионы. Ух, какое... Покажите платье. Я только что выиграла уже 272 доллара, и у меня еще несколько бесплатных игр. На самом деле я села за автомат, который вообще никогда в жизни не садилась, и сразу же он мне принес столько. Круто же. В общем, можно, как говорится, идти гулять дальше. Ребята, на самом деле так быстро прыгнули. Я хотела время. Сегодня уже последний день, и я знаю, что я особо вообще не снимала. Не то что особо, я вообще не снимала. Но мне так хотелось просто провести время с семьей, что особо не получилось это сделать. Играет музыка. Ну, в принципе, здесь, как говорится, весело на каждом шагу. Сейчас, если и получится, то я вам покажу девочек, которые ходят здесь практически полураздетые. Ну, не полураздетые, а раздетые. Постоянно тут выручают визитки. Кстати, вот парень стоит. Ир, вот он, который предлагает, чтобы девочки на дом приехали. Ну, тут действительно это город грехов. И, конечно, очень интересно здесь находиться. Это, знаете, вот если хочется просто расслабиться, то это просто идеальное место. Ну, что, ребята, шла в свою комнату. Если честно, не очень себя чувствую. Но я не могу просто не показать вам этот прекрасный вид на Эфельву башню, которая открывается с моей комнаты. И прям, если честно, не хочется отсюда уезжать. Я прям настолько кайфуюсь здесь. И прям вот еще бы, наверное, дня три, и это было бы просто прям идеально. Но уже, как говорится, мы завтра уезжаем. Поэтому, да, последняя ночь, когда я наслаждаюсь этим прекрасным видом. Ну, крайняя ночь в этот раз. И сейчас играют фонтаны, играет музыка. И прям вообще кайфово, конечно. Так что, сейчас у меня планы какие. Я хочу пойти себе взять какой-то символический подарок из Вегаса на Новый год. И, наверное, сейчас пойду в магазин. Точнее, в отель Caesars Hotel. И там будет магазин Apple Store. Поэтому хочу взять себе, наверное, AirPods. Ну, и, возможно, что-то еще посмотрю. Поэтому, пошлите. Самое интересное, что, когда мы прилетели сюда, мы сели к таксисту, и он сказал, что это самые спокойные выходные, которые будут, потому что это в преддверии Крисмаса. Но вы посмотрите, сколько здесь людей. И если это спокойное, тогда я не понимаю вообще, что происходит, когда здесь неспокойно. Потому что, в принципе, пройти здесь даже очень сложно. Ну, вы, в принципе, сами все видите. А мы с вами направляемся сейчас сюда, в Caesars Hotel. Очень, кстати, красивые. Мы сейчас с вами прогуляемся и посмотрим. Вот, кстати, девочки, смотрите, полуголенькие. Ну что, ребят, мы с вами зашли в гостиницу в Цезарь. И тут очень много различных брендовых магазинов. И мы сейчас с вами просто прогуляемся, посмотрим, что есть. И я хочу, как уже сказала, купить себе Airpods. Вот. И, в принципе, просто, знаете, посмотреть на другой отель. Потому что в этот раз что-то я совсем, как говорится, разленилась. Нигде не была, кроме Пэрис и Беладжо. Ну, это Пэрис, потому что я там остановилась. А Беладжо, это потому что мой любимый отель. Вот. И мы сейчас с вами, как говорится, прогуляемся и посмотрим, что здесь есть. И посмотрите, какие интересные различные декорации в отеле. Диор, как без него. И пошлите дальше. Нет, ребят, в общем, я заблудела. Сейчас иду по периметру трассы. Потому что я не могу найти пешеходный переход для того, чтобы перейти на другую сторону, где находится Сизархотел. Оказывается, тот это был еще Беладжо. Потому что, когда я увидела Оу-шоу, я думаю, хм, очень странно. Он же, по идее, находится в Беладжо. И, в общем, такая оказалась. Оказывается, вообще не туда сошла. И, кстати, мы в этом году, в этот раз, в эту поездку, мы сходили на Оу-шоу. И, на мой взгляд, это самое лучшее шоу, которое есть в Лас-Вегасе. И если вы приезжаете сюда, то вот я вам прям очень-очень это рекомендую туда сходить. Потому что это прям очень эффектно. И, знаете, я просто поражена, насколько люди талантливы, насколько люди храбрые. Насколько, как говорится, они трудоголики. Потому что я не представляю, сколько труда нужно приложить для того, чтобы достичь таких результатов. Ну, таких сумасшедших просто всех этих акробатических трюков. Поэтому... Да, наконец-то, кстати, я нашла пешеходный переход, поэтому мы с вами переходим. И вот так вот, смотрите, сколько людей. Ох, я уж запыхалась, если честно. О, вау! О, вау! Продолжение следует...